Первый и, наверное, единственный отзыв вот об этом приборе. Сейчас его очень рекламируют, что это уникальный прибор, который нагревает температуру воздуха за считанные там минуты. Всем привет! Сегодня мы хотим показать вам вот такой портативный обогреватель. Его сейчас рекламируют в телемагазинах. И этот обогреватель нам прислали из Китая на обзор. Вот мы его сегодня получили. Сейчас я его открою, посмотрим, что там внутри. Ну, это, я так понимаю, небольшая инструкция. Всё, больше ничего в коробке нет. А, значит, втыкайте в розетку. Включил, выключил. Здесь таймер и температуру, какую вы хотите выставить. В общем, мы его протестируем. Мы пытались найти где-нибудь отзывы, кроме рекламы. Мы ничего не нашли, поэтому мы расскажем всё, как есть, честно, без обманов. Мы укажем размер комнаты, температуру изначально какая в комнате. И, допустим, через час, через два. Ну, в общем, расскажем. Первый и, наверное, единственный отзыв вот об этом приборе. Сейчас я его очень рекламирую, что это уникальный прибор, который нагревает температуру воздуха за считанные там минуты до там 32 градусов. Вот здесь вот от 15 до 32. Мощность 300 ватт. То есть, как лампочка практически. Что не потребляет практически там электрокопейки, за него платишь. Нам прислали, я ещё раз напомню, на обзор из Китая. Но, хочу сказать, что прислали его, но упаковка была повреждена. Такая, ну, помятая. В руках она не держит. Упаковка была помятая, такая разорванная, в общем-то. Ну, такой вид не очень хороший. И когда мы его достали, он такой, внутри что-то там гремело. Оказалось, что отвалился вентилятор. Мастер наш поправился. Да, ну, мы не пальцем деланные. Так что припаяли вентилятор, приклеили. Оторвался вентилятор. Вот непонятно, это во время доставки было или это китаец так завернул. Ну, предположим, что это была доставка. Я ему написал, сказал, что аппарат не работает. И пока ждём ответа от китайца. Вот нам, поскольку прибор отремонтирован, решили попробовать. Так ли он хорош, как его хвалят. Мы, значит, его будем, опробуем его. Комната у нас метров 14, может быть, даже 13. Напускай, 15 метров. Ну, 15, потому что здесь, в общем, достаточно высокий потолок. Температура в комнате. Да, температура 17,7. Мы так опустились, это, в общем-то... Влажность 27. Вот рядом тумбочка, поставили на тумбочку. Вот прибор. В розетку включается. Я включил ещё через измеритель мощности. Здесь всё по нулям сейчас стоит. Он будет показывать, действительно ли 300 ватт потребляет эта штука. Или это обман. Потому что, что такое 300 ватт? Это лампочка, вот если помните, накаливание обычное. Ну, такая мощная. В общем, мы его сейчас включим. Оставим на полчаса. Закроем дверь. И через полчаса мы посмотрим, до какой температуры. Вот даже вот здесь вот рядом. Нагреется. То есть мы термометр оставим здесь на тумбочке. Вот он рядом. 30 сантиметров, наверное. Полметра. Вот видно. Вот он стоит. Проверяем. Что тут у нас по мощности показывает прибор. Так, это ещё не мощность. Сейчас мы дойдём до мощности. Вот. Вот смотрите, 260 ватт. То есть это не киловатт, это просто обычные ватты. 250 шуток. Мы поставим, ну поставим самую большую температуру, допустим. 32 градуса пускай будет. 1,2. Вот это максимум, который он может нагревать. Вот там спирали. Как они пишут, что это керамика, да, у них нагревается? Ну да, что это керамика. В рекламе единственное, что здесь зелёные кнопочки нарисованы. И кнопка включения где-то с другой стороны, по-моему, сверху что ли. А здесь, видите, сбоку. Тут есть ножки сзади у прибора, чтобы к стенке не прислонялся. Поскольку у нас вот стоит измеритель мощности, получается, что мы не можем ближе его подвинуть. И у него ещё можно повернуть сзади вилку. То есть она вот так как бы включается, её можно повернуть вот так. Если у вас розетка по-другому расположена. Ну вот смотрите, время сейчас 14.04. В 14.35 мы придём и посмотрим через полчаса, что здесь нагрелось. Итак, выставили 32 градуса, ждём. Замеряем время. Прошло 30 минут. Температура 17,9. 0,1 градус. Аппарат как работал, так и работает. Сколько потратил? Ночность? Сейчас посмотрим. Так, что он нас потратил? Что он нас потратил? Сейчас мы посмотрим. У нас что? Киловатт в час. 149. С хвостиком. За час, значит, 149 ватт потратил. Ну, 150. Перегрелся, выключился. Я его рукой придавил сейчас, ну, прикрыл ему эту решёточку. Автомат выключения сработал. Ну, в общем, на мой взгляд, я человек прямой и рублю с плеча. Ерунда. Хрень полный. 300 ваттами не обогреть ничего. Не знаю, конечно, может, тот аппарат, который рекламирует немецкий магазин. О чём он лучше? 300 ватт, те же самые 300 ватт. Да, поэтому чудес не бывает. Он перегрелся. За полчаса он перегрелся. Температуру поднял на 0,1 градус. А написано, что в считанные секунды он вам обогреет 20 квадратных метров. Да, стоит он у китайцев 16 евро. По-моему, в этом магазине у немцев он стоит около 50 евро. Я не рекомендую просто выброшенные деньги. Даже это будет 17 евро, но это выброшенные деньги. Решать вам. Да. Вот, в первый раз. Хендихитер. Хендихитер, да. Вот он так называется. Он, кстати, в рекламе, по-моему, телевизионный так же называется. Так, открывается, да. Поэтому я думаю, что они покупают у китайцев. Ерунда, по-моему. У нас еще есть про что рассказать, про китайские подделки. Так что будьте аккуратны. Всего вам хорошего. Обогревайтесь печкой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!